На Кировской, неподалеку от главной проходной комбината, Саша Людников пошел на обгон медленно идущего самосвала со щебенкой. И в этот момент из-за грузовика выскочил какой-то сумасшедший велосипедист. Если бы Саша нажал на тормоз, самосвал неминуемо врезался бы в его машину. Он повернул чуть вправо, увеличил скорость и, промчавшись мимо велосипедиста, уклонился от столкновений с грузовиком. Не растерялся и велосипедист. Бешено завертел педалями, свернул на обочину и, перелетев через руль, упал в канаву. Саша затормозил в безопасном месте, выскочил из машины и побежал к пострадавшему. К его радости тот поднялся, отряхнулся, шмыгнул разбитым носом и вдруг завопил. — Сашка, ты ли это? — Я, Степа, здорово. Это ты, друг любезно, меня в канаву загнал. Хочешь отблагодарить? Не уйди я круто вправо, ты мог бы очутиться в яме размером в три аршина. — Ты думаешь? Ну, спасибо. С приездом. Как оно там, на курорте? — Там-то хорошо. А здесь я слышал плохо. Ты куда это мчался, как угорелый? Почему не на работе? — Бюллетенью я, товарищ бригадир. Спешу вот в поликлинику. Нет сил работать. — Понятно. Решил отдохнуть. В самую точку попал в бригадир. И завтра, и послезавтра буду честным образом прохлаждаться. Баста! Степка Железняк кончил рабочую карьеру. Помнишь, откуда я пришел на завод? Прямо со школьной скамьи. И телом, и душой устремился в геройские непобедимые ряды рабочего класса. Хватит декламировать. Говори конкретно, что случилось? — Разве ты еще не знаешь? Объегорили старики тебя и нас, твоих подручных. В поте лица мы варили сталь, а нас при подведении итогов положили на обе лопатки. Да еще и грудь придавили сапогом. Не пикни, дескать, побежденный. Не смей кричать караул. Можешь ты просто рассказать, что произошло. Я же и так рассказываю. — Плохо слушаешь, бригадир. Уши чем-то заложены. Ты мне вот что скажи. Кто из столеваров второго Мартена в этом полугодии больше всего выплывил с талией? Фактически, это сделал молодой столевар Александр Людников. И его молодые, пригожая кровь с молоком, подручные. Кто выполнил и перевыполнил социалистические обязательства? Опять же, ты и мы, золотые твои помощники. Кто перекрыл на целых пять процентов за счет внутренних ресурсов производительность труда? Еще раз отличились мы, комсомольцы. Чья самая дешевая сталь? Наша. Кто наибольшее количество раз попадал в анализ, выдавая сталь точно по заказу? Мы. Безусые рыцари старого Мартена. А что пропечатано на казенной бумаге? На бумаге жюри? Первое место присудить усатому столевару Ивану Федоровичу Шорникову. Его же, испытанного героя Шорникова, увенчать лаврами победителя в социалистическом соревновании. Ему же, почетному металлургу, почетному гражданину, первостроителю, ветерану труда, вручить денежную премию и знак, сделанный на Монетном дворе. Все? Мрачно спросил Саша. Могу от себя добавить. Не тебе, Людников, присуждает почетное звание лучшего столевара, а Шорникову. Не в твою, а в его честь заиграет духовой оркестр и раздадутся аплодисменты. Все, что заработано тобой, присвоил себе твой наставник. Ну, это ты брось, Степа, круто загибаешь. Иван Федорович не сам себе присудил премию. Ты же знаешь, он тоже здорово работал. Верно, но не лучше нас с тобой. Мы из собственной шкуры вылезли, сами себя переплюнули, а он... Иван Федорович перекрыл все прежние свои рекорды. Верно, перекрыл. Свои. Но до Людниковских не дотянулся. И это ему не понравилось. Грозно посмотрел на жюри и директивно внушил призвать молодых да ранних к порядку. Посадить, короче говоря, в лужу. Дурашливый Степа достиг того, к чему стремился. Расстравил Сашу. Поехали в цех, скомандовал тот. Запихнули в машину помятый с вывернутым передним колесом велосипед и помчались к проходной. Начальник цеха стоял над пропастью литейного двора. Там, на нижнем этаже Марте, нашла привычная работа. Тепловоз передвигал по рельсам платформы с пустыми, готовыми принять сталь изложницами. Мостовой кран схватил за проушины ковш со сталью и понес к изложницам. Стали разливщики, открыли стопор, хлынула молочно-розоватая струя. Каменщики, уединившись в сторонке, спорро и молча выкладывали огнеупорным кирпичом внутренности холодного ковша. Прямо под их мастерки, по толстой резиновой трубе, под давлением поступала белесая, жидкая, как сметана, огнеупорная глина. «Правда, что Шорникову дали первое место?» – спросил Саша. Дымя трубкой, Полубояров кивнул. «Правда, что его показатели ниже показателей моей бригады?» «Ненамного. Почему же все-таки он первый, а моя бригада на втором месте? Как могло получиться такое, Николай Петрович? Как же вы, человек справедливый, честный, допустили несправедливость? Дело ведь не только в том, что это по нашей бригаде бьет. Бьет по завтрашнему дню цеха. Веру в соревнования подрывает. Обстоятельства могут быть сильнее меня, Александр. Не знаю таких обстоятельств, которые бывают сильнее людей, стоящих на принципиальных позициях. Пойми, Александр, я не твой противник. В жюри, присудившие первое место Шорникову, уверена, что поступило принципиально правильно. Где же принципиально, когда нарушен главный принцип нашей жизни, каждому по труду? В жюри практические люди, а не философы. Они по-житейски просто решили проблему. Людникову еще жить и жить, работать и работать. А Шорникову? В общем, я сначала был против того, чтобы Шорникову отдавать твое законное первое место. А потом навалились на меня со всех сторон. Уговорили ознаменовать производственной победой юбилей старика, его выход на пенсию. И я сдался. Вернее, даже понял, что нельзя иначе. Действительно, у тебя все впереди, а у Ивана Федоровича все позади. Разговаривая, они перешли с тыловой, прохладной, тихой стороны печи на фасадную. В жару шум, многолюдие, в ослепительный свет тысячеградочного пламени, выбивающегося через пять завалочных окон. Остановились на рабочей площадке. «Кто на вас навалился, Николай Петрович?» – спросил Саша. «Все понемногу. И больше всего вот этот». Полубояров указал глазами на Круглолицева с румяными скулами, в пиджаке при галстуке, но в защитной каске человека, деловито суетящегося у соседней, второй печи, председателя правкома Тестова. Бешеную энергию развивает. Готовит постамент для торжественного чествования юбиляра и лучшего столевара. Не люблю я этого чудо-деятеля, но поддался его уговорам, проголосовал за Шорникова. «Вопреки своей совести, да?» «Нет, я уже тебе сказал. Сомневался, но убедился, что так надо». Вот в этом месте доверительного разговора Людников и обрадовал Полубоярова неожиданными словами. «Ну, если надо, наберись терпения, Александр, — сказал Полубояров, повеселев. Шорников сегодня пропоет, так сказать, свою лебединую песню. А если я помешаю ему прокукарекать?» «Ты этого не сделаешь. Пойми, машина уже завертелась. Не сдобровать тебе, если сунешь палку в маховое колесо. Ну, договорились. Саша не ответил. Но Полубоярову достаточно было и этого. Он и не рассчитывал на полное понимание. Саша Людников направился на свое рабочее место. Подошел к печи настолько близко, что спецовка окуталась прозрачной дымкой испарений. Скулы, губы, подвородок охватило нестерпимым жаром. Но Саша терпел. Ему хотелось физической болью заглушить душевную. На первой печи заливали жидкий чугун. На второй, Шорниковской, митинговали. В честь Ивана Федоровича. Саша внимательно следил за тем, как из 80-тонного ковша, косо приподнятого мостовым заливочным краном, равномерной струей лился в печь жидкий чугун. Как он соединялся с расплавленным скрапом. И еще Саша изо всех сил старался не смотреть, что происходит на соседней Шорниковской печи. Изнемогал в борьбе с самим собой и ничего не добился. Все видел, все слышал. Важный лет сорока с чем-то человек в замшевой куртке и красном свитере, в замшевых макосинах и красных носках, с тяжелыми очками на носу, стоял перед группой кинооператоров и корреспондентов и внушительно звучным дикторским голосом говорил. На заводах черной металлургии, как и на других предприятиях страны, давным-давно отменены гудки. Не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо. Сегодня, сейчас, сию минуту, ровно в 16.00 это правило будет нарушено. Гудок долгое время был верным спутником нашего пролетариата. Будил на рассвете, призывал к работе, к завастовкам, звал на баррикады. «Хорошо, собака, — говорит, — с завистью подумал Людников. И тут же грянул забытый комбинатский ревун-бас. Морозом прохватило спину Саши. Слушал и невольно через силу улыбался. Как славно гудит. Жаль, что его отменили. Почему не посоветовались с теми, отчего имени и для кого гудок? При его звуках и комбинат, и город, да и вся жизнь выглядит как-то по-другому, ярче, праздничней. «Слышите?» — с пафосом воскликнул в микрофон человек в замшевой куртке. «Под этот гудок наши горники, столевары, доменщики, прокатчики, литейщики, электрики, слесари, токари, механики, словом, весь рабочий люд начинал и кончал рабочий день. Нет более прекрасной музыки для рабочего человека, чем это — симфония гудка. Сегодня наш гудок воскрес. Зазвучал, чтобы приветствовать Ивана Федоровича Шорникова, лучшего столевара главного Мартена, победителя в социалистическом соревновании». Заводской ревун умолк. Диктор придвинул к себе треногу с микрофоном и продолжал. «У подножья горы, на берегу дневной реки, в когда-то безлюдных глухих степях, ныне неоглядно раскинулся город металлургов, горников, строителей, рабочие столицы великой промышленной державы, индустриальная крепость. Со дня основания комбината трудится на нем Иван Федорович Шорников. Его по праву называют первожителем нашего города. По возрасту ему давно надо было быть на пенсии, но его не отпускает от себя родная, любимая Мартеновская печь. Точнее сказать, он сам не может с ней расстаться. Прирос к ней душой. «Верно, Иван Федорович?» «Так оно и есть. Куда денешься?» – бодро ответил Шорников. Кинооператоры, фотокорреспонденты перевели свои объективы на него. Он смущен, не знает, куда смотреть, что делать. Диктор после короткой паузы снова привлек к себе внимание. Сегодня рабочая общественность главного Мартена отмечает знаменательную дату в жизни Ивана Федоровича – 60-летие. День своего рождения мастер огненных дел отметил выдающимся производственным достижением. Сварил наибольшее по сравнению с другими столеварами количество стали. Победитель удостоен высокого звания – лучший столевар главного Мартена. Товарищи по работе поздравляют Ивана Федоровича с двойным праздником. Зазвонил колокол мостового крана. Тревожно-радостно сигналил электровоз. Белые полотнища пламени вырывались из печи через открытые окна. Завалочная машина лихо пронеслась по широкой колее слева направо, открыв для кинооператоров и будущих телезрителей группу рабочих, поздравляющих юбиляра. Несколько человек подхватили Шорникова на руки и со смехом, с недружными криками «Ура!» неловко подбросили кверху. Все это видел и слышал Саша Людников. Видел он и кое-что другое. Его дед, старший мастер Влас Кузьмич Людников, прислонившись спиной к железной колонне, издали невозмутимо наблюдал, как чествовали Шорникова. Инженер-полубояров, мрачно задумчивый, в одиночестве стоял под черными неподвижными лопастями гигантского сейчас выключенного вентилятора и усердно набивал трубку. К тому же, что происходило в цехе, он, казалось, был непричастен. Неподалеку от него находилась Клавдия Шорникова. Она боялась, что отец, когда наступит его очередь ораторствовать, собьется. Командующий парадом Тестов беспокойно, хотя к этому не было никаких оснований, оглядывался по сторонам, все ли в порядке, не нарушается ли железный сценарий праздника. В поле его зрения попал Саша Людников. Вот так сюрприз. Приехал. Да как вовремя. В ясную голову Тестова пришла счастливая мысль. Пристегнуть к празднику Людникова. Правда, это не предусмотрено сценарием, но каши маслом не испортишь. Все же на всякий случай он решил посоветоваться с Пудаловым. Береженого бог бережет. Позади Юпитеров, излучающих потоки жаркого света на съемочную площадку, стоял Пудалов, редактор комбинатской радиогазеты, в хорошо сшитом костюме, скрадывающем сильную сутулость, у Скалицы с гладко зачесанными черными волосами, с белым платочком в верхнем кармане пиджака. Тестов подошел к нему и в полголоса тоном заговорщика сообщил важную новость. На своем рабочем месте появился Сашка Людников. Ну и что? Надо и его пригласить к микрофону. Ты гений, Тестов. Николай Дитятин, Слава Прохоров, Андрей Грибанов и Саша Людников забрасывали в печь хромомарганец. Ведущий программу тем временем объявил. Слово имеет юбиляр. Пожалуйста, Иван Федорович. Шорников спокойно, уверенно подошел к микрофону, откашлялся, разгладил усы, достал из кармана несколько листов бумаги и начал бойко читать заготовленную речь. Друзья, от всей души благодарю за горячее поздравление, за сердечное приветствие и за добрые пожелания. И даю вам слово, дорогие товарищи, что постараюсь исполнить ваш наказ. Жить долго и дальше работать по-коммунистически. Старый конь, как говорится, в разды не испортит. Оторвался от бумаги, заулыбался. Хороша была улыбка на его высветленном огнем с пышными усами лице. Влас Кузьмич, наблюдавший за ним второй раз за этот день, плюнул себе под ноги. Любил старик этаким способом выражать свой гнев. Спрятав под усами улыбку, Шорников продолжал. В первую пятилетку я прибыл сюда не в пассажирском поезде и не в самолете прилетел. Приехал на своей рыжей кобыленке, запряженной в грабарскую телегу. Прискакал, по совести сказать, не на ударную стройку, не по зову партии народа, не пятилетку выполнять, а длинный рубль зашибать. Пока я целковый до целкового складывал, наша землекопная артель стала бетонно-монтажной бригадой. Мы вершок за вершком поднимали от земли первую домну, наряжали ее в бетон да в железо. Росла домна, рос и я, бывший сезонник, бывший землекоп, бывший мужик-пахарь. Радиооператоры, вооружившись наушниками, бдительно контролировали звукозапись. Пудалов жестами и мимикой попросил машиниста мостового крана, чтобы тот сильнее звонил в колокол, создавал эффектный фон для речи Шорникова. Тестов наклонился к Пудалову, зашептал. По-моему, сразу после юбиляра должен выступить его законный наследник. Согласен. Пудалов подошел к Саше. С приездом, дорогой. Поздравь старика, ладно? Даю три минуты. Готовься, а я набросаю для тебя рычугу. Достал блокнот, авторучку и с профессиональной легкостью начал набрасывать речь. Саша, сдвинув брови, смотрел на сутулого у скалицевого человека в очках и думал. С детства знаю, что такое честность. Не был ни трусом, ни лжецом, ни подхалимом. Никого не обманул, не предал. Всегда и всем говорил правду. А теперь? Что сделаю теперь? Вырвав из блокнота листок, Пудалов протянул его Людникову. Валяй, как говорится, с Богом. Я, надеюсь, угадал, что тебе хочется сказать. Поздравляю, дорогой учитель и друг. Горжусь, желаю вам. По бумажке не буду выступать, решительно заявил Людников. Я так, по-своему. Пудалов хлопнул Сашу по плечу. Что ж, рискнем. Не собьешься? Дружные аплодисменты раздались на заключительных словах речи Шорникова. Иван Федорович вытер лоб платком, привычным жестом огладил усы. Ведущий поднес к нему микрофон. Иван Федорович, позвольте задать вам несколько вопросов. Много ли на комбинате ваших учеников? Не сосчитаешь. Есть они на каждой печи, в каждой смене. Пудалов вытолкнул вперед Сашу Людникова, подмигнул Шорникову, говорим, мол, о нем. Влас Кузьмич еще раз плюнул. Обезьянный цирк, да и только. Есть среди моих учеников такой, кто работает не то, что хорошо, а можно сказать, отлично. Столевар Александр Людников. Хоть он и молодой, а я в годах мой соперник. В труде мы с ним соперники, а в жизни друзья. Уж который год соревнуемся. Трудно мне было в этом квартале угнаться за ним, за молодым да резвым. Думал, не мое оно первое место, а его, моего счастливого соперника. Но когда жюри подбило все цифры, оказалось, что победил все-таки я. Нечего греха таить, обрадовался. Потом, конечно, огорчился. За своего ученика и друга огорчился. Он себя самого превзошел. На какой-нибудь волосок не дотянулся до победной черты. Я прошу вас, дорогие товарищи, приветствовать от всей души Саню Людникова. Не победил он сегодня, но завтра все награды ему в руки. Напрасно Клава боялась за отца. Он и без бумажки, без подсказки со стороны превосходно сыграл роль великодушного победителя. Ведущий подошел к Саше, спросил, не желаете ли вы что-нибудь сказать по поводу юбилея вашего друга-соперника? Желаю. Саша взял микрофон. Начал спокойно. Дорогой Иван Федорович, сегодня вам сказали много добрых слов. Скажу и я. Спасибо за все хорошее, что вы сделали для меня. Тестов был доволен началом речи Людникова. Полубояров дымил трубкой, понимающий щурил глаза. Молодец, мол, Саша, разумно поступает, не лезет на рожон. Юбиляр, судя по его улыбке, тоже был доволен. Влас Кузьмич с мрачным видом слушал внука. Обескуражены были мирным тоном своего бригадиры и подручные Людниковы, железняк Детятин Прохоров. Как бы размышляя вслух, Саша говорил, мы каждый день читаем в газетах и журналах счастье трудового человека. Какое же оно, это счастье, товарищи? В чем оно? И откуда родом? Ты живешь в свободной стране, где у власти стоит народ. На заводе, в шахте, на фабрике, в мастерской, на железной дороге, в колхозе ты можешь проявить себя настоящим человеком. Не князь ты, не граф, не известная балерина, не прославленный киноактер, а знаменит. Тебя уважают, любят, песни про тебя поют. Честный творческий труд открыл перед тобой все дороги. Вот это и есть счастье трудового человека. Ради него наши отцы и деды октябрьскую революцию совершили. И наш комбинат построен ради него. Все, кто находился на рабочей площадке второй печи, внимательно слушали Людникова. Тестов и Пудалов переглядывались, одобрительно кивали. Полубояр обзабыл о своей трубке, слушал Сашу и сердцем тянулся к нему. Любил умницу Сашу. Влас Кузьмич с гордостью смотрел на внука. Ему ясно было, что тот скажет дальше. Мы все знаем основу закона нашей жизни. Каждому по труду. Саша повернулся к тестову, в упор посмотрел на него. А вот вы, товарищ, против этого закона. Свой нам подсовывайте. Думаете, что счастье человек может получить только из ваших рук? И только тот имеет на него право, по-вашему, кто приглянулся вам, кто подходит под вашу мерку? — Правильно! — Молодец! — закричал Влас Кузьмич. — Это по-нашему, по-рабочему. Детятин Прохоров, железняк бешено аплодировали. Клава закрыла лицо руками. Пудалов сказал что-то тестово и скомандовал съемочной группе. — Выключайте! — Выключайте! — сказал Саша. — Меня все равно услышат. — Зачем я все это говорю? — Не для того, чтобы зубами вырвать первое место. Во имя справедливости отважился испортить вам праздник. Тестов, бледный, с трясущейся челюстью, подбежал к оратору. — Ты с ума сошел, людников! Собственным языком роешь себе яму! Саша даже не взглянул на него. — Иван Федорович, — продолжал он, — печально и больно смотреть на вас. Вы же знаете, что работали в этом квартале хуже нас. Почему же согласились на первое место? Откажитесь, пока не поздно, от всего, что на вас сегодня навесили любители барабанного боя. И без этого у вас достаточно заслуг, званий, орденов. Откажитесь, иначе совесть загрызет. Вот шум, возгласы одобрения. Сторонники Саши Людникова бьют в ладоши. Тестов и пудалов растеряны. — Я еще скажу, товарищи, — закричал Людников, дождавшись тишины. — Соревнование — святое дело для всех и каждого. В нем нельзя ни хитрить, ни ловчить. Нельзя ничего ни от кого утаивать. Никаких подставок, натяжек, самоуправства. Все должно быть чисто. Вот тогда это и будет называться соревнованием. Соревнование, внедряемое и опекаемое сверху, обречено на провал. Соревнование, которое начинается снизу, разгорается в пламя и охватывает всю страну. Где такое соревнование, там и хорошая работа, и сила, и правда, там коммунистический труд. Клава Шорникова подбежала к Саше, бросила ему в лицо. «Предатель!» Ошибался Людников-младший, когда полагал, что его выступление на празднике, устроенном в честь Шорникова, мгновенно восстановит попранную справедливость. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok